всем привет в общем ребят случилось небывалое короче сегодня утром я читаю в телеграме что был вчера налет короче шахедов был взрыв который мы не слышали вот ребят не знаю короче это было по ходу вечером но мы ничего не слышали даже вот я постоянно слежу знаете за вот этим приложение у меня есть но она не кричит там не целый день повитрена тревога просто оставляю на вибрации но и вибрацию тоже слышно вот я не вот этих никаких сигналов не слышала никаких вибраций и и по звуку тоже ничего такого не было не знаю ребят честно и сегодня когда читала очень удивилась прилет в харькове взрыв харькове там сгорели автомобили по выбивала стекла то есть это полюбасу был достаточно громкий звук но возможно я настолько устала что мне уже короче было пофигу я просмотрела вчера два урока один я пропустила немножко по вождению и 2 тоже был у нас онлайн я короче вот это просмотрела и возможно поэтому я как-то как-то устала в общем много дел и наверное уже мы легли спать и в принципе не слышали ребят кто в харькове пишите слышали ли вы взрыв но сегодня уже у женщины одной спросила она говорит что да действительно был взрыв она даже знает где но не скажет но я не стала выпытывать потому что это лишнее я считаю вот а еще ребят что он еще рассказать вчера а ребят еще позавчера я слышала или вчера блин я уже забыла днем вчера я слышала сильный взрыв я уже про него рассказывала но потом мне рассказали что такой взрыв может быть даже если взрывается колесо очень громко если это там автомобиля взрывается колесо то есть тоже это будет такой пугающий взрыв короче не знаю а еще а михаил вам большой привет вы спрашивали за топ собираемся ли мы покупать кофе-машину решила вам так ответить не успела написать в комментарии нет мы не собираемся потому что они очень дорогие даже в нормальное спокойное время знаете со стабильным доходом и всем таким и там ну очень дорого это конечно могут себе позволить и более зажиточные люди мне кажется у нас есть капсульная машина тоже она досталась мы ее не покупали как-то она нам досталась подарок и но мы ей практически не пользуемся но в принципе меня когда я пила кофе меня на полностью устраивает то есть она делает вот это что я люблю там капучино с молочком с пенкой и просто замечательно я черный кофе не люблю поэтому наверное мне вообще кофе-машина такая знаете классическая не актуально а вот капсульная это то что нужно но я знаю в германии я много рассматривала их не могла думаю у нас блин есть зачем еще одну покупать но так хотелось тем более она там стоила 35 евро такая самая знаете недорогая самая бюджетная и вот настолько она была недорогая ну как по мне не знаю для кофе-машины что я думаю надо брать но решила не брать потому что как бы своего жилья не было в лагерь тащить кофе-машину это было бы как-то странно тем более там конечно нельзя это по правилам но я знаю что многие многие тащат туда все что попало и в общем не купила эту капсульную машину хотя очень хотелось то что обожаю капучино все также алексей тоже на твой комментарий хочу ответить до машина это в принципе проще чем права но это если живешь наверное все таки если ты умеешь зарабатывать либо же если ты живешь в европе мне кажется там легче купить машину и дешевле и в общем выгоднее а права да действительно это очень сложно мне кажется и я вообще не представляю нужно ну когда ты с этим не сталкиваешься только видишь какие-то знаки но в принципе я уже как-то стала сравнивать знаки определять их но там настолько много информации что конечно так ребят еще такой комментарий от владимира насколько я понимаю очень мне он понравился хочу вам зачитать немножко трудно понять что теряешь когда эмигрируешь даже если всем обеспечен когда бывал дома в харькове сразу поднималось настроение улучшалось здоровье и чувствовал себя на своем месте видите как в общем это заложено на таком уровне что все хотят вернуться там где они родились принципе и вот это необъяснимая ситуация я с вами полностью согласна что когда когда хочется вернуться и эта ситуация необъяснимая там много такого было многие мне подписчики писали тоже такие комментарии что это не понятно на каком уровне это невозможно объяснить то что дома тебе по-любому лучше и тебя тянет домой как бы хорошо там где-то не было вот ребят у меня двоякое ощущение и тянет домой в принципе я не против знаете когда ты в новой стране когда ты изучаешь язык это в принципе тоже все очень интересно конечно же хотелось бы чтобы это было не в таком ключе как знаете бежать от войны и беженцы все такое просто там поехал немножечко пожить в какой-то стране в одну и в другую может какая-то тебе понравится больше может быть какие-то возможности знаете ну тоже как вариант это интересно путешествия что-то увидеть новое хотя я раньше никогда к этому не стремилась и вообще путешествия нет нет но мне кажется в принципе это полезно потому что ты тоже узнаешь себя с новых сторон и узнаю что ты можешь и в общем интересно это ребят мне кажется вот ладно всем хорошее настроение подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые видео всем пока пока всем ребят спасибо кстати за комментарии за приятные комментарии вдвойне спасибо всем пока пока